добрый день все тот же день 26 октября сделаю видео с посевов ячменя который тоже обещал показать ячмени у нас двух сроков посева с разницей грубо говоря в 3-4 дня но это не считается наверное надо считается потому что часть ячменей была посеяна до дождя до 5 октября и остаток был посеян у нас я вру у нас все было посеяно до дождя еще одно то настолько луран был посеян после 5 октября обманываю точно поэтому я думаю езжу смотрю они что-то в одной фазе не могу понять как такое может быть точно вспомнил и чмени у нас да все посеяны были до дождя до 5 октября и когда 5 пошел дождь можно считать это днем посева вот и только сорт луран опять у нас пришел чуть позже как и в прошлом году и был посеян после дождя не знаю корректно ли будет сравнивать его по урожаю разница конечно была небольшая вроде не 5 даже может быть меньше мы надо на третий на четвертый день вышли его посею на третий день даже выше пусть четыре дня но осенью это в принципе имеет значение ячмень весь повеселее конечно чем пшеница в развитии она такая особенность как бы ячменя ячмени посеяны все с нормой полтора миллиона все выглядит это вот так опять же если вдруг кто-то пропустил видео с пшеницей вся зерновая группа у меня посеяна с междурядем 19 через 38 повторять не буду по какой причине уже говорил неоднократно поэтому есть так как есть густотка в ритке выглядит вот так принципе более-менее равномерно конечно не сеялка точного высева предшественник здесь у нас лен лен под севом амброзии герчака и прочих бурьянов заросло здесь конечно очень сильно то поле у нас как бы такое экспериментально запустили мы его по пять лет назад когда посеяли здесь подсолнечник в бинаре вместе с донником вместе с донником хотя когда покупал семена спрашивал человека человек про гарантировал что там семена чистые что он там или намагничены и все шабурина там нет кто видел донник поймет о чем я говорю который видел семена донник вот но после того как донник зашел вместе с донником зашла и по велик то есть я на это поле сам собственными руками занес себе такой бурьян как по велику вот ну и вот после подсолнечника с донником и по великой здесь была высеяна кукуруза после кукурузы сорга после сорга не помню что и вот в общем сейчас вот это был лен у нас тут тоже грибочки растут чем на каждом поле грибы разные не знаю почему совсем разные грибы очень сильно отличаются друг от друга бурьяна тоже хватает надо работать но я там сделаю видео отдельное по этому скажите мне по гербициду на зерновой ну пока я остановился на гербициде который называется капуэрро пшеницу ячмень буду работать этим гербицидом это там есть у нас по трибинурон метил и дай бог памяти флоросулам в общем смесь какая-то там соединение грандстара с частью примы там или балерины они одинаковые да так что как-то буду работать так ну вот еще заеду на луран сниму там мы посмотрим какая разница здесь я не показал показан здесь фаза такая вот три листика сделать чтобы было видно три листочка то есть принципе все растения вот имеет три листочка в отличие от пшеницы где там 23 здесь все имеет три листочка ячмень развивается намного быстрее чем пшеница поэтому у него шансов больше хотя наконец следующей неделе нам уже нарисовали минусовую температуру там какие-то дожди будут не будут никто не знает надо постараться успеть сделать всю работу до этого у нас как бы никуда не пропала роса она у нас есть присутствует достаточном количестве поэтому надо жду препарат прилипать который на понедельник называется мультимастер вроде как характеристиках нем написано что можно работать по россии и даже перед дождем попробую покажу поле ячменя на котором высеяно раз 5 сортов 5 сортов ячменя 9 вал зимовый луран и два импортных я забыл двурядные зимы и ячмени хвалили сказали что должны у нас показывать хороший результат ну я зарекался уже много раз не делать этих опытов потому что уже предыдущие опыты были все негативные ну решил рискнуть еще раз потому что тогда я делал у меня не было канала когда я делал эти опыты теперь у меня есть канал сделаю еще раз и озвучу эти результаты потому что эти сорта продаются импортные у нас в украине люди на них падки рассчитаешь лучше этих сортов наверно нет когда их сеют ну сделаем опыт у нас здесь на юге может быть где-то там севернее там под люба шовку под в радиевку может быть там и она показывает какие-то результаты но поглядим что будет у нас здесь вот край у нас но эта сторона нас посеяна девятым валом сейчас дойду до лурана чтобы показать он у нас ходит одинокий боец борьбы с мышами я так понимаю чего здесь один вопрос сейчас узнаем вот я дошел до посева лурана выглядит он конечно намного печальней пока чем посевы до дождя вот вам и разница разница даже не то что тут 3-4 дня разница что до дождя и после дождя то что вот развитие ячменя второй листик появляется только-только только-только появляется второй листик но и с густотой здесь конечно все таки дождь исправляет все грехи ну а здесь естественно по влажной почве посеяна дисковой сеялкой где-то замяло в солому сверху ничего пока еще не капала такого хотя в принципе для меня должно было хватить этой влаги ну посмотрим время еще есть для развития этого ячменя большой вопрос какой ячмень будет себя чувствовать лучше поглядим буду следить за этим полем и вам показывать очень даже интересно вот при такой густоте здесь вообще с густотой интересно тут он ну приблизительно раз два три пять тут он получается 30 штук на погонный метр то при моем междуряде где-то миллион то с головой вот отключение исправить все более вот эта сторона поля на этом поле было выгвысе на чечевица и нут эта часть это была под чечевица зеленый и остатков немножко побольше чем там где был нут посмотрим злаковый бульян конечно куда без него присутствует ну чечевица начал отрастать вот вам пожалуйста и по кровь сразу все вместе растет природа все регулирует куда нам до нее да оказалось что это не про трафик у нас мышей человек собирает грибы уже горит набил три пакета он один носит и вон два пакета сейчас попробую увеличить если будет видно вон вон два пакета он стоят желтенький он так не только нам польза от наутила но и людям вот и грибы которые человек собирает помню как-то его спасил как-то он назвал как назвал я уже замок вот еще грибочек вот грибочек можно вот вот еще гриб вон сколько может еще торговую точку по торговле грибами открытие вот так себе думаю подошел сколько в одном месте хорошая грибница так что могу еще и грибами приторговать если что записывайтесь буду продавать билеты ну вот так вот выглядит пока редковато но я думаю что все исправится вы все это увидите своими глазами но чуть позже все всем удачи видать попал он там на грибную жилу